Кататься верхом и самому управлять лошадью. Такая прогулка придется по вкусу, пожалуй, любому мальчишке. Вот и шестилетний Антон Хрущев то и дело заливается довольным смехом. Правда, для него поездка намного больше, чем просто развлечение. Настоящая тренировка на живом тренажере. Сидит он всегда, в основном, подмышечная опора взрослого. Нужно укрепление спины для того, чтобы он держал баланс во своем равновесии. Мышцы спинки на лошадке укрепляются. Буквально валится с ног Антон из-за заболевания, жить с которым приходится с самого рождения. Врачи диагностировали у мальчика ДЦП. В шесть лет Антон не сидит самостоятельно, делает лишь несколько шагов с поддержкой мамы, но продолжает улыбаться. Ведь детство такое одинаковое у всех мальчишек. Мы уже стали понимать, что это зима. Да, и новые развлечения. Вот мы полюбили зиму. Можно прокатиться на бублике, можно прокатиться на коляске, но нам на то, что все надо на убыстрение. Мы бежим и катимся, он, конечно, довольный, он смеется. Проживать каждый день с улыбкой Антону помогают родители, которых малыш обрел не с первого дня появления на свет. Антона, Надежда и Вадим Кокиной усыновили и, самое главное, не бросили, когда узнали о непростом диагнозе. Это новое испытание лишь больше сплотило семью. Папа стал персональным домашним тренером. Через полчаса он уже готов и с удовольствием, мне кажется, занимается. Самое главное, первые полчаса продержаться. Он уже привыкает ко всем аппаратам и уже начинает двигаться более лучше. А мама психологом, логопедом, массажистом и, самое главное, просто любящей мамой. Я нисколько не сожалею. Я считаю, что это мой ребенок. И каждый день у нас сияние солнышка какого-то дома. Любовь родных и, конечно, упорство. Ежедневный труд дают плоды. Несмотря на слабость мышц спины, Антон учится ходить, сидеть и играть. Постепенно с пастика уходит, и мальчик начинает все больше и больше погружаться в обычное детство. Ведь еще недавно даже просто взять игрушку в руки для него было задачей не из легких. Ручки были зажаты полностью в кулачках. То есть я вот пальчиков даже не видела. Сейчас у нас полные раскрепленные ладошки. Следующий шаг – научиться держать равновесие. В этом и помогают те самые живые тренажеры. Сидим прямо, держимся, да, вот так. Правда, заниматься ипотерапией в нижних сергах, где живет Антон, негде. А регулярно выезжать в специализированные центры дорого. Помочь может домашний конь – ипотренажер. На нем мальчик сможет ежедневно заниматься, не покидая родных стен. А пока Антон только учится держать спину, ему необходимы и специализированные кресла для купания. Стоимость оборудования и тренажера – 74,5 тысячи рублей. Сумма для семьи из небольшого городка – заоблачная. Но помочь тем, кто уже однажды совершил чудо, можем мы с вами. Отправляя СМС-сообщение со словом «Чудо» и суммой пожертвования на номер 7878 или зайдя на сайт проекта www.helpdefeastchildren.net, вы жертвуете свои средства на помощь Антону и другим участникам проекта «Ты ему нужен». Вместе помогать легче. Сегодня именно ты нужен Антону Хрущеву. Антон Хрущеву. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»